Друзья, всем привет, мы с вами продолжаем играть в игрушку Sea of Stars. В прошлой серии мы с вами дошли до нашего последнего испытания, до какого-то тумана, который дал нам задание начать использовать магию, не используя её. Да, это странно, но тем не менее. Мы с вами продолжаем, после этого испытания, если не ошибаюсь, мы уже отправимся в открытый мир, да, где нас будет ждать целая куча всяких разных переключений, исследований и тому подобного. Погнали. Забегаем. Древний туман, да, во, вспомнил как называется? Ну как вспомнил, прочитал, но неважно. Это испытание древнего тумана, мы сегодня с вами, надеюсь, его полностью пройдём и уже отправимся на вольные хлеба. Это что такое? Какой-то новый монстр, да? Давай атакуем, его 5 хп всего. А, точно. Нам древний туман сказал, что мы так просто монстров здесь убить не сможем. Нужно будет учиться. Учиться использовать магию, не используя её. Или что-то в этом роде, это довольно-таки странно, но давайте попробуем. Эта атака никак не подействовала. Вероятно, заклинание могло бы помочь, но мы не можем применить его здесь. Полагаю, здесь должна включиться часть про применение магии без её использования. Да, но как? Эй, во время вае атаки появились маленькие шары. Может, это живая мона? Возможно, я чувствую какое-то притяжение к ним. Да, я тоже. Дай-ка я попробую кое-что. Так, и что ты хочешь у меня попробовать? Усиление на shift. Ага, смотри, да? Что-то я залутал. Ого! Сработало! Какие ощущения? Чувствую силу. Если я теперь атакую, это должно нанести магический урон. А, то есть мы можем выбивать из врагов эссенцию, поглощать её и потом наносить больше дамага? Окей, звучит неплохо. Да, звучит очень неплохо. Это было потрясающе. Я хочу попробовать это следующим. Да, кстати, он же тоже сможет этим пользоваться, по сути. Возможно, да? Почему нет? Хоть ему и недоступна магия, но эссенцию собрать он, наверное, в силах. Держивать и нажимать и нажимать. Ага, всё, замечательно. Можно суммировать до трёх усиливающих зарядов, каждый из которых добавит к следующему действию долю от вашего магической атаки, увеличивая его силу. В случае обычных атак, тип урона от враждённой магии персонажа также прибавляют к типу урона его оружия. Имейте дело со сложной системой замков. Нужно сделать исцеляющее заклинание эффективным или вы просто хотите нанести большого урона. Обязательно используйте усиление. Ясно. Это усиление можно где угодно использовать, юзать. Неплохо. Так, у нас тут с вами есть сейф. Также у нас есть костёр. Сейчас мы тут отдохнём. Давайте так и сделаем. Давайте сначала, наверное, поготовим. Да? Что мы можем с вами приготовить? Такое вкусное. Это, наверное, нет. Можно ещё рыбки приготовить. Мы нашли с вами пшеницы. Плюс 50 УЗ это очень много. Поэтому лишним точно не будет. Окей. Мы с вами полностью заполнили лимит еды. Совет ли отдыхать? Давайте глянем. Нет. Нет никакого смысла. Мы полностью готовы к тому, что нас ожидает. Надеюсь. Только я бы ещё раз засевился. Потому что покушать я приготовил. Лишним не будет. Окей. Погнали. Ага. Вот так вот. То есть, да. Ну, пойдём налево. Тогда сначала сходим. Будет, видимо, несколько левелов. Судя по всему. Так. Опа. Сундучело. Это мне надо. Базовая броня. Так. Не то нажимаю. Вроде у Зейла уже есть базовая броня. Так что это надо Валерия отдать, да? Да. Отлично. Окей. Давайте посражаемся немножко. Я так понял. Надо просто атаковать. Да. Это мне больше не требуется. Да. Смотри, эти штучки дропаются. Сколько он домажет? 19. Кстати, довольно-таки нормально. Довольно-таки серьезно. Так, усиление. Будет или я его вязать? Давай. Монстры довольно-таки слабые. Поэтому почему нет? Вот. Мы это с вами все дело впитали. И теперь можем убить одного монстра спокойно. Теперь мы выбиваем еще эссенцию. И следующей атакой мы впитываем еще раз. И добиваем последнего монстра. Окей. Все довольно-таки легко. Вроде бы. Мы даже два мешочка дали. А, ну тут по ягодке. Понятно. Все с вами ясно. Все с вами понятно. Так, что у нас тут рычаг? А. Я как раз думал, что там как будто пароход должен быть. Это многое объясняет. Так, вниз пройти нельзя. Хотя, смотри, там что-то вроде бы есть, да? Не ясно, не понадобится. Кстати, еще посражаемся. Так или иначе, опыт вроде дропается, да? Лишним не будет, это точно. Блин. Лучше бы на кого-то одного нападали, чтобы я похилял его. А, ну, спасибо. Меня услышали. Отлично. Нападаем. Сам себя хиляй. А, отлично. Тоже нападай. Так, ну, давайте добьем его, потому что он сейчас будет атаковать меня. Афеляция нету смысла. Ну, либо оно восполнять. Да, смотри, опыта дают. Причем, я думал, буду давать меньше. Я почти ни за что получаю целую кучу опыта. Такое мне... Так, погоди. Такое мне нравится. Ну, непонятно, как туда попасть. Зачем я вообще здесь ходил? Тоже непонятно. А! Сейчас, возможно, пойму. Допустим, я рычаг обратно дерну. Возможно, так и надо сделать, да? И теперь по лестнице я смогу залезть сюда. Да? Да-да-да-да-да-да. Теперь я по лестнице забираюсь и здесь пропрыгиваю все это дело. Все довольно-таки просто у нас. Еще один бой. Отлично. Так. Дэмс. Здесь девчонка будет ходить. Замечательно. Так, давай его, наверное, убьем, потому что он сейчас ходить будет. Ну, там мне вот это вот не надо мне вот это вот. Так, манон восполняет по чуть-чуть. Я, кстати, предлагаю еще его тыкнуть. Просто ради интереса. Она прям сильнее-сильнее станет, может? Да, смотри, они стакаются. Ну-ка, сколько? Много. Она до этого 9 нанесла. А теперь уже 19. То есть больше, чем в два раза даже, да? Интересно. Окей, мы это все дело лутаем. Ты знаете, что интересно? Там слева был еще какой-то проход. Но мне кажется, туда никак нельзя попасть. Ладно, давай пока завязаем. Окей. Замечательно. А, прям вот так. Понял. То есть обратно, если что, я вернуться не смогу. Кстати, мы, видимо, можем тут отдохнуть. И правда. Или можно после этого разбить лагерь, да? Ну-ка, как это все дело будет выглядеть? Ой, какая красота. Вот что-что? А вот за графон и атмосферу мое почтение. Смена персонажа, что? Хм. Я могу начать играть за кого-то другого? А, не, вот, например, за толстячка не могу, да? Только девушку. Испытание древнего тумана. После этого мы официально станем воинами с солнцестоянием. Эта живая мана просто невероятная штука. Я постоянно хочу усиления. Так, окей. Мы с вами отдыхаем. Чтобы подготовиться к следующему испытанию. Если мне пацаны будут давать отдыхать, я только за на самом деле. Халявный хил. Без траты чего-либо. Это мне нравится. А, да. Погнали следующую миссию. Выполнять. Так. Если на каждом еще уровне будет какой-нибудь вкусный сундучок, там, я вообще... А, я с удовольствием буду приходить к этой миссии. Висящая жемчужина. Кстати, у нас еще одна вроде есть. Или даже две. Вроде, да. То есть, мы сможем довольно-таки неплохо денежек подзаработать. В следующий раз ты к этим торговцам. Мы уже его вроде встречали, да. Но я как-то это... Все дело мимо ушей пропустил. Воу! Ты тебе нормально? Все. Я не думаю, что он прям сюда спрыгнет. Пахта. Давайте обратно залезем. Так. Ага. Какие-то тут скалолазание у нас с вами проходят. Так, опа. Теперь уж втроем на меня напали. Ну, давай, подеремся. Как я говорил, опыт лично точно не будет. И раз мы можем постоянно спать, я вообще на самом деле заказываю. А, отлично. Ой, давай на него же. Ой, молодец. Так, питание. Давай похиляем его. Ну, так бы всегда. Вообще, идеально было бы. Возможно, стоило одного убить сначала. Но это уже не важно. Я что-то не думал, что они прям сразу сейчас нападут. Ну, что еще подумаешь. Давайте. Добиваем их. Да, смотрите, видите, 9 наношу. А там аж 19. Лонки полезная штука. На самом деле. А, отлично. Ну, мы такими темпами... Ну, не, мне кажется, левел мы, конечно, не апнем. Но мы близки к этому. Так, сюда попасть, к сожалению, не могу. Ага, зато вот сюда могу. Отсюда. И сюда, смотри, не могу попасть никак. Так, а вот это мне уже интересно. Интересно. Потому что мне бы, если честно, хотелось бы. А, погоди. Тут же рычаг влияет только на этот. Ага, все, понял. Нам просто теперь придется обратно возвращаться, да? Другим путем. Понятно, что это тут все это такое было. И это многое объясняет. Какого лута здесь больше у нас с вами не будет. Ну, и ладно. Уходим отсюда. Довольно-таки легкие испытания, на самом деле. И опыт изи, да, фармиться вообще замечательно. Еще для жизни надо. Так, еще разок отдохнем или так, пойдем? Мне кажется, стоит. Мне кажется, стоит, потому что... Мало ли что нас ждет. Лучше уж переведеть. Особенно раз такая халява. Вообще с удовольствием. Сейвиться уж не буду. Ну, я думаю, мы и так, если что, справимся. Надеюсь. Может же быть все настолько плохо. Фил, какая фигня большая. Так, окей. Тут, наверное, где-то еще один сундук у нас с вами спрятан. Надо его будет найти. Каким-то волчебным образом. Так, и куда у нас тут? Ага. А справа... Слушай, ничего не вижу. А, вон, вижу сундук, кстати. Вон он справа находится с вами. Так, что тут? Чтобы получить этот артефакт, вам нужно правильно ответить на три вопроса. Посмотрим, хорошо ли вы учились. Какое из этих двух действий восстанавливает ОМ? Атака. Угу, отлично. Идем дальше. Это, типа, небольшой тест. По ведению боя, судя по всему. Оу, серьезно? Самый низ? Че, что? Будем там на нас тест сдать, чтобы дальше пройти. Я думал, к сундучку сразу пробегусь. Ладно. Погнали тогда. Пройдем следующий тест. Как называется школа, где вы учились? Зенитная академия. Это я все дело помню. Да. Чтобы дальше пройти, надо было тестик. Не завафлять. Окей. Здесь, значит, что в сундуке будет? Я бы я от валюты не отказался. Я от какого-нибудь утецкого. А. Нищница с грибами. Ну, кстати, тоже пойдет. Почему бы нет? Потом как-нибудь приготовим, может. Так, не сказали? Три теста. А, вот он, последний, вижу. Я что-то заблудился на этих этажах. Давайте. Одним из важных обязательств войн в солнцесвете является уничтожение сиятельниц. Во время какого природного феномена они становятся уязвимы? Блин, забыл. Затмение. Затмение, затмение. Вроде нам надо до затмения было успеть, да? Да. Кажи, все правильно я ответил. Отлично. И вот эту огромную балумбу тоже мы с вами забираем. Возможно, это, кстати, сейчас боссом станет в итоге. Просто так выглядело, угрожаю еще самую малость. Да, узнаем. Так. Пора сделать последнее приготовление. Вы готовы? Так, не, погоди. Че у меня по хп? А, так там файта же не было, точно. Давай, погнали тогда. Да по-любому боссом станет. Хо-хо-хо. Юные путешественники завершили приготовление. Что? Вижу, вы понимаете силы живой маны. Но можете ли вы управлять ей? Сейчас узнаем. Можно снова использовать заклинание. Угу. Да. Как я думал, он становится боссом. Причем довольно-таки угрожающим. Сразитесь со мной, дети, сонсостояние. Ну, давай попробуем убить его. Ой, убить. Победить. Там как пойдет. Давай сразу протестим на нем. Солнечный шар. Глянем, что за твое дело выйдет. Окей, у него уязвимость. Ни черта себе ты атакуешь. Да, смотри. У него тут. Ага. Надо ему меч выносить, видимо, не его самого. Давай я тогда нападу на вот эту штуку. Я дурак, я не тот скилл завязал. Я почему-то их перепутал. Ну-то я молодец. Давай похиляем ее тогда. Пусть. А, отлично. Надо выносить этот меч 100%. Не знаю, как получилось, что я какую-то фигню сделал. Пока трогать эту штуку я не буду. Сейчас пофармлю, настакаю побольше. Вот только потом что-нибудь замучу. Так, сколько? 19 хп, да? Перелагаю еще раз атаковать. 12, да? 3 атаки, говоришь. Давай мы тогда сейчас уничтожаем вот это. А, отлично. И теперь мы вот тут все собираем. Кстати, больше трех, кстати, не 100, кажется, да? И нападаем на него. У него вообще сила атаки, кстати, еще намного меньше станет. Интересно, сколько дамага? Получается, я собрал две. Было 19 тогда. Ну, я ставлю где-то на 30-ку. Плюс, да? 24. Ну, учитывая, что это босс, у него брони, наверное, больше. Делаю выводы. Сейчас, черт его знает. Так, ну мы, кстати, ему нормально сейчас так атаку ослабим. А мы даже сбросили ее, судя по всему. Ничего себе. Левую руку, кстати, я выбрать не могу. Только одну. Давай-ка я, наверное, похиляю нашего друга. Или что? Не, давай атакуем. Надо восполнить нашу ману. О, ничего себе, он выжил. На еле-еле чех. Можем, кстати, комбо завязать, да? Не, пока не будем вязать никакое комбо. Сколько тут? Две. На ракет дуга полумесяц. Давай вот этой штукой пока надамажим его. О, у него уязвимость, кстати, к этому всему делу. А, точно. Сам себя похиляй. Замечательно. Даже еду с вами не тратим особо. И вот теперь, теперь я предлагаю, наверное, в первую очередь нанести вот так вот, дамаг, да? Бам. 52. Вот это вот мне нравится. И теперь можно... Почему их две? Или больше тоже нет? Ладно. Можно просто атаковать. А, отлично. Ну, он очень крепкий. Мы ему сколько уже дамагов несли, да? Он особо не чувствует, как я заметил. Но нас не победить, если так подумать. Меч древнего тумана чувствую... О, у него меч восстановился. Фига себе. А у нас есть интересный какой-нибудь тройной комбо? Нет. К сожалению, нету. Убидненько. Так. Продолжаем тогда пока атаковать. Набивать комбо, чтобы потом похиляться. Да. Чтобы потом вот как раз таки похиляться. Хиляемся полностью. Он вроде всех должен похилять, если я не ошибаюсь. Отлично. Ну, если так будет продолжаться, мы на самом деле и правда бессмертные. Убидненько дело такое. 20 его попробуем. Ни разу не пытался. 21. Ну, пойдет. Больно. Больно, больно, больно. Давай похиляем его немножко, да? А зачем он сам себя постоянно похиляет? Надо помогать. Блин, у них еще слабого места нету постоянно, да? Блин, как плохо. Этот меч очень душный. Прям максимально душный меч. Так. Давай-ка я, наверное, съем вот это. Хотя, возможно, стоило просто атаковать, чтобы он ману пополнил. Что-то я глупанул. Глупанул, глупанул. Сбить ему атаку. Блин, слушай. Все. Все завафлял. Один неправильный шаг, да? Смотри, и все. ГГ. Мне надо срочно... У меня еще есть шансы. Мне придется уязать вот эту хилку. О, замечательно. Еще атаковать могу, оказывается. И ему надо как-то жить. Они вроде со временем восстанавливаются. Ну... О, замечательно. Остановились. Так, а кто ходит? А, ЗЛ. Ага. Томба-предметы. Сколько хп у этой штуки? 55. Блин, тяжело его убить будет. Ладно, давай Зейлом буду пробивать пытаться. По чуть-чуть. Этот меч... О, он очень много дамага наносит. Это ненормально. И пока буду делать вот так, наверное. Надо его ослаблять по максимуму. Блин, он сейчас опять... Да, вырубит у нас. О, он сам восстановился. Фига. Это хорошо. Филе с травами. А это кто? Зайло. А, потому что он скипнул ход, потому что его нокнуло. Давай. Не зря я рыбачил. Правильно. Блин, он хиляет себя очень сильно. Хиляет девчоночку. Так. Ну, что ты мне расскажешь? Мне кажется, дамага будет маловато. Ну, давай. Кстати. Наверное, стоит только этим скиллом ей пользоваться. Так, я смотрю. В общем, даже неплохо тут фигачит. Так, два хода, да? На самом деле, не два. Это все вранье. Он мечом дамажит. Когда ему заблагорассудится, как я заметил. Это меч выносить 100%. Очень много дамага меч дает. Так, продолжаем. Бить эту штуку. 24. Отлично. 11. Я предлагаю разок. Вкуснуть. Не должно хватить дамага 100% тогда. Отлично. И выбьем с него еще немножко этой эссенции. Ай. Так. Продолжаем эссенцию выбивать. Давай в него сильно закинем фаербола плотно так, да? Так все, мы победили, оказывается. Ничего делать не надо. Отлично. 240 опыта. Вот это уже, кстати, неплохо. Это очень вкусно. Солидно. О, вас, несомненно, ожидает блестящее будущее. Зейл и Валерий. Я нарекаю вас войнами солнца-светия. Состояние, да. Светия, состояние. Не важно. Я знал это. Вы лучшие. Да, да, да. 10 лет пыхтели, решили. Вообще молодцы. Я сверился с туманным временем, когда вы проходили испытания. Когда будете готовы покинуть это место, найдите меня у священного озера, и я расскажу вам соответствующее предсказание. Тогда мы отправим вас в большой мир. О, теперь это не займет много времени. О, я теперь могу вернуться, если захочу. А есть ли смысл? Кстати, хороший вопрос. Пойдем ради интереса, вернемся, потому что там была одна вещь, которая меня интересовала. Была она вот тут. Там как будто куда-то можно было пройти, как мне показалось. Вот видите, там слева, как будто, блин, туда можно ведь как-то попасть. Давай мы сейчас дернем этот рычаг. Вот тут и вон, смотрите, там куда-то как будто есть проход. Как туда попасть? Да, может, мне кажется, конечно. Ну, черт его знает. Но я не вижу тут ничего. Если уж пропущу, то, к сожалению, увы. Ладно, тогда мы отсюда уходим. Долго все равно тут бродить не будем. Я постарался по максимуму, залутая все, что мог. Потому что получилось, так получилось. Уходим отсюда. Да, все, возвращаемся. Испытание мы прошли, наконец-то, надеюсь, на сегодня уже отпустят. Мы сколько? Четыре серии, да, проходили этот пролог, по сути. Долго-много. Доброе утро. Пришло время начать путешествие. Утро? Но ведь сейчас глубокая ночь. А, да, полагаю, твои друзья должны решить это. Что именно? Принести нам рассвет. А мы сможем? Хо, вам нужно лишь встать на небесную руну. И что потом? Что-то внутри вас уже знает ответ. Вот так. Теперь сконцентрируйтесь и принесите нам рассвет. Используйте Е или Кью, когда стоите на небесных рунах, чтобы изменить время дня. А-а-а! Ничего себе. Майош. Как вы это сделали? Это самое потрясающее, что я когда-либо видел. Хо-хо-хо. Эта часть всегда проще, если просто попробовать. И так, именно, вы будете находить механизмы печати, приводимые в действие магическими рунами, реагирующими на время дня. Их установили волны солнцестояния, прошедшие до вас. Некоторые содержат артефакты, которые должны помочь будущим членам ордена, таким, как вы. А другие держат запечатанными силы зла, которые слишком сильны, чтобы противостоять им. Искать или нет, эти испытания и артефакты решать исключительно вам. Теперь можете начать свое путешествие. Встретимся по ту сторону этого разлома. Блин, мы до этого, помните, кучу дверей с вами видели? Я предлагаю вернуться назад. И полутать это все дело? Да, почему нет? И как там перейти? Используя силы, конечно же. Встретимся на другой стороне. И в качестве подарка на прощание расскажу вам, что мне удалось прочесть в Тумане Времени. И с помощью кристалла самую маленькую ровно наверху, и вы увидите, что произойдет. Да? Смотри. Сейчас мы можем менять время? Кстати, не везде. Смотри, я вот на первый час время менять не могу. Но мы до этого тут видели пещеры. Вопрос, может это и там работает? Я до этого не мог с ними ничего сделать, поэтому я просто их пропустил. Может теперь что-то получится. Слушай, кажется нет. Кажись нет. Как бы я не хотел, EQ здесь не работает. Ну, у нас до этого еще было одно место. Можно и туда сгонять. Почему нет? Нас ничего не должно остановить. Нас остановили, кажись. Ну, давай их убьем. Просто ради интереса хочу туда сходить, глянуть. А, отлично. Пойдется, конечно же, накоцаться. Ну, а как иначе? Еще никак. Бедный парень. Его просто шотнули, серьезно. За что? Покинять его, к сожалению, естественно, нельзя. Давай тогда сначала этого гоблина, или кто он. Убьем. 21? Нифига себе. Сильно. Так, все. Остался, получается, только вот этот вот буйвол. Давай сначала просто на него нападу, а потом сконцентрируюсь вот в бежуху, да? Еще накопилось тут. И добью его. А, отлично. Немножко полутаемся. Ну, кстати, довольно-таки вкусно было. Бежать? Блин. Я уже забыл, сколько их тут. Теперь жалею, что назад начал возвращаться. Так. Через один ход. Я его, наверное, не шокну, да? Ну, естественно. Надо было левого бить. Когда бы я не получил люлей. Ну, ладно. Все, вот поэтому. Я, возможно, вообще по-троим полетаду, да? Да, сады, по-троим попал. Вообще спокойно. Ничего страшного. Немножко неприятно. Давайте похиляюсь на всякие. Мало ли, что произойдет еще в этой жизни. Блин, что-то не на того напал. Ладно. Не знаю, что это я нашла. Хочу бы быстрее просто его убить. У нас еще целая куча дел сегодня. А у меня тут немножко это самое останавливают на пути. Погнали, погнали, погнали. Надеюсь, там пещера вроде бы здесь. Блин, на самом деле не помню. Может быть, тут далеко идти на самом-то деле, да? А, так погоди, что я делаю? Тут, конечно же, далеко идти. Это же было вообще до пролога. Точняк. Нет, тогда нет смысла возвращаться назад. Непонятно, что с дверью, да, там делать тоже. Ой, ну хоть не возродились на том, спасибо. Блин, обидно. Так-то дверь бы хотелось бы залутать, потому что неясно мы вообще сюда не вернемся, мне кажется, никогда. Ну еще раз сходим в последний постраде интереса. Ну вроде тут ничего у нас с вами, да, ничего не работает. Возможно, мы сюда в будущем по сюжету вернемся, не будем тогда тут задерживаться. И так уже только много времени потратили. Конечно, полутались немножко, да, все дела, но все же время было потрачено. Неприятно. Так, окей. все, мы с вами здесь идем. Так-с. Ну здесь головоломочки довольно-таки легенькие, никаких трудностей возникнуть не должно, надеюсь. Очень надеюсь. Как будто вроде никакого нету. Погнали. фига себе, это что за здоровяк такой. Офигеть, он огромный. Место приземления на туманном острове. Как здоровяк, так здоровяк. Ничего скажешь. Так, лут есть? Не знаю. Фига себе там. Ладно, давай пообщаемся. Готовы отправиться в большой мир? Да мне вариантов нету, давай. Позвольте, мы проводим вас, но сначала ваши пророчества. Я передам их прямо вашему разуму, потому что они принадлежат исключительно вам. Зейла, подойди сюда. Чтобы достичь своего максимального потенциала, сначала тебе нужно всмотреться в ночь внутри себя. Спасибо. Окей. Когда придет время, ты будешь тем, кто создаст пути на воде. понятно, что ничего не понятно. Ой, Гарлу тоже. Учтите свои возможности во время этого путешествования. Гарлу, это не идеал. Ой, раздельно. Туман не прояснился в твоем случае, но благодаря своей добросердечности ты можешь успокоить измученную душу. Вы усвоили все, чему я мог вас научить. Я переправлю вас на остров Спящего Змея, где вам суждено встретиться с экипажем, отправляющимся на поиски приключений. Подружитесь с ними, и они помогут вам добраться до острова Призрака к следующему затмению. Окей. А так пока нас этот здоровяк, да, потащит? Понесет? Повезет? Ну да. Чтобы активировать этого великана, скажите ему имя Икстол, и он отправит вас на остров Спящего Змея. Чтобы вернуться сюда, просто подойдите к Икстолу и скажите ему имя великана. Его зовут Икстол? Круто. Что ж, полагаю, некоторое время мы не увидимся. О. Я думал, нас повезут они кинутся. Это было самое малость неожиданное, если честно. Так, большой архив. О, это этот мужик сначала, да? Итак, Зелл и Валерий отправились в путешествие со своим лучшим другом, воином-поваром. Пытаясь добраться до острова Призраков, к затмению им вскоре предстоит столкнуться с двумя очень сильными колдунами. Один ведомый гневом, другой лишённый жизни. Ну ладно. неплохо летим. Ха-ха-ха. Мне кажется, гиганты просто развлекаются таким образом. Ничего себе, это было великолепно. Древний туман не шутил, а вот это мы прокатились. Кто знал, что мир так огромен? Что теперь? Полагаю, нужно найти корабль. Тогда вернёмся вниз, отсюда всё равно только один выход. Да? Погнали. Чё ждать? Опа. Я вижу тут Лутецкий, кажется. А, нет. Лутецкий вот тут. А, или погоди. Вот тут проход дальше, да, вниз? Не, получается Лутецкий у нас ждёт. Погнали. Лутецкий я так просто не оставлю. Кто я такой? Разве похож на богатого человека? Нет, ни в коем случае. Там ещё и сундук. Моё почтение. Оооо. Два сундука получается. Кольцо мага сонсостояния. Давай глянем. Я бы, наверное, заилу его оделась и он ОМ добавлю. О, у нас ещё какое-то кольцо есть. Погоди. А, это вот это. Блин. Я ещё забываю, как жмакать. Участники команды установят один ОМ при своевременном блоке. Тут можно блокировать, почему я не в курсе. Ладно. Допустим. Давай тогда наденем наши девчульки, да? Отлично. Так, ещё один сундук. Сейчас сундук. Сундук залутали. 90 золото. Моё почтение. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Не надо было. Вот такие вот вкусняшки лутать всегда приятно. Что-что. А вот разработчики всегда должны такую движуху добавлять. Так. Тут у нас куча гномов. Или кто они там? Гномы, гоблины, хотел сказать. чё посражаемся за капусту подеремся еще почему нет тогда пройдем просто атаку отлично а ну и можно кстати знаешь как сделать вот так вот еще раз провести просто атаку с объемом и заодно еще разок да отлично эту фигню ой они же у меня на ка цены я уже забыл успел слушай давай добиваем этого через два да вот он атакует отлично сбиваем ему атаку 22 2 мало такая и навык завязаю было раньше это сделать на самом-то деле кажется не хватит но она здесь он не на кого девчонку ладно мы похиляем немножечко завела и добиваем его отлично опыт получен кости какие-то золотали еще до так тут внизу у нас ничего нету окей тогда мы сами поднимаемся тут один выбирать не приходится вроде какие вкусняшки я не пропустил я надеюсь да у нас тут проход ведет опа это что-то пройдет и радужная ракушка сундук его спрятаны на меня я все вижу вот меня тут не проведешь так просто а теперь у нас этот проход полноценно есть отлично картофель мы сами лутаем и давай глянем чем мы за ракушку нашли может заинтересовать коллекционеров а банка с печеньем тоже коллекционеров интересует когда горел забрался зенитную академию а все вся локация знаменит наблюдал это шиноби и чё сейчас шиноби спарта так и мы можем куда-то пойти уже вижу там рыбалочка будет рыбалочка рыбалочка рыбалочку я люблю но друзья на этом мы закончим сейф у нас тут имеется поэтому продолжим с вами а с этого момента до следующей серии с вами был как все залива к теперь на канале подписывайтесь ставьте лайки на затем проживай колокольчик что там под землей ходит даже знать не хочу все всем спасибо за просмотр еще раз друзья всем спасибо за просмотр и еще раз я не знаю очень сонный спасибо за просмотр и все всем пока